МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! С вами Кира Ярмыш. И я расскажу вам самые важные новости к этому часу. Олигарх Владимир Евтушенков вырубает заповедную тайгу в Карелии. В Красноярском крае сменился губернатор. А путинские друзья уже 20 лет спонсируют Единую Россию. Причем за наши деньги. Как они это делают, расскажу прямо сейчас. Путинская коррупционная система устроена очень просто. Чиновники раздают своим друзьям и родственникам господряды, а те в благодарность покупают им яхты, усадьбы и спонсируют предвыборные компании. В своем последнем расследовании мы рассказали, кто и как спонсирует партию «Единая Россия» – главное политическое детище Владимира Путина. И помогает ему уже 20 лет удерживаться у власти. Среди крупных доноров «Единой России» известный кошелек Путина – владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Он также спонсирует бывшую жену Путина, Людмилу Очеретную, и его любовницу Алину Кабаеву. На три года «Северсталь» перевела организацию «Очеретный» в 100 миллионов рублей. Мордашов еще как минимум до недавнего времени вместе с Юрием Ковальчуком был акционером национальной медиагруппы. Ей принадлежат пропагандистские СМИ страны – «Первый канал», «РНТВ», «Известия» и прочие помойки. Глава совета директоров национальной медиагруппы – Кабаева, которая получает от компании сотни миллионов в год. Еще один крупный донор «Единой России» – давний друг Путина Геннадий Тимченко. В 2018 году он пожертвовал партии 130 миллионов рублей. А еще Тимченко подарил Путину яхту «Шахерезада» и давал взятки генералу Суровикину, чтобы тот силами российской армии охранял его бизнес в Сирии. И это только два примера. Также «Единую Россию» спонсируют глава РЖД Белозеров, Чемизов из Ростеха и еще десятки путинских дружков-олигархов, которые так любят изображать из себя обычных бизнесменов. А вот свежий пример, к чему приводит такая коррупционная система. Компания «Сегежа Групп», которая принадлежит олигарху Владимиру Евтушенкову, вырубила ценные участки тайги в Карелии площадью 680 гектаров. Это примерно как тысяча футбольных полей. А всего компания может вырубить полтора миллиона гектаров ценного леса по всей стране. Это больше площади Черногории. Раньше сохранять эти леса компанию обязывали европейские экологические нормы. Иначе компания просто не могла торговать в Европе. Но после начала войны в Украине и последовавших санкций, «Сегежа Групп» отказалась соблюдать эти нормы. Вообще-то, как говорят экологи, российские законы тоже ограничивают вырубку ценных лесов, потому что это грозит живущим там краснокнижным животным и птицам. После обращения экологов Минприрода Карелии проверила действия компании, но не нашло никаких нарушений. Сегодня в Красноярском крае сменился губернатор. Занимавший эту должность Александр Ус объявил об отставке. Он сказал, что Путин предложил ему работу на федеральном уровне. А на его место Путин поставил замминистра финансов Михаила Катюкова. Вот как он его представил. Михаил Михайлович, вам не нужно рассказывать, что такое Красноярский край. Вы родом из Красноярского края. Много лет там работали. Доросли там до заместителя губернатора. Занимались экономикой и финансами края. Ну а в центральном аппарате, в центре занимались высшей школой, наукой. Сейчас заместитель министра финансов. Ну, что говорить, вы в курсе, вы в материале того, что такое Красноярский край для России. Здесь, конечно, остается загадкой, какую именно работу предложили Усу. Я напомню, что его сын Артем Ус в прошлом году стал фигурантом уголовного дела об отмывании денег и контрабанде нефти. Его арестовали в Италии по ордеру США. Но Усу удалось сбежать из-под домашнего ареста и вернуться в Россию. Бывший красноярский губернатор поблагодарил лично Путина за организацию этого побега. Чеченский государственный университет потратит 74 миллиона рублей на создание военного учебного центра. Конкурс на такую поставку уже разместили на госзакупках. Университету неожиданно понадобились виртуальный стрелковый тир, комплекс подготовки операторов дронов, тренажер БТР и макеты разнообразного оружия. Правительство планирует создать 16 таких учебных центров по всей России. Исходя из чеченского опыта, на строительство могут потратить миллиард 200 миллионов рублей. Еще один пример, на какие бессмысленные цели тратят наши с вами деньги. В прошлом году российские суды приговорили к пожизненному заключению 59 человек. Это в полтора раза больше, чем в довоенном в 2021 году. Тогда было 40 приговоров. Это следует из судебной статистики, которую изучил канал «Можем объяснить». Сейчас пожизненное лишение свободы в России предусмотрено лишь по нескольким особо тяжким статьям Уголовного кодекса. Это убийство, теракт, покушение на жизнь сотрудника госорганов и рецидив педофилии. Но скоро таких статей станет больше. Госдума уже одобрила пожизненные сроки за госизмену и шпионаж. И число дел по этим статьям стремительно растет с начала войны. Военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский вслед за Московским заявил, что электронные повестки начали рассылать в тестовом режиме в рамках весеннего призыва. Первые повестки пришли в личный кабинет на госуслугах, на очереди СМС-рассылка с оповещением. Депутаты Госдумы наделили участников ЧВК «Вагнер» и конфликтов в Донбассе статусом ветеранов боевых действий. Теперь запрещенные российским законом наемники, фактически приравнены к солдатам регулярной армии. Соответствующий законопроект был принят сегодня в третьем чтении. 389 депутатов единогласно проголосовали «за». Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал в Украину. Он сделал это впервые с начала войны, причем визит не был анонсирован. На встрече с Зеленским Столтенберг заявил, что законное место Украины в НАТО. А президент Украины попросил гарантии безопасности для страны на пути к членству в Альянсе. Конечно, пока эта встреча никак не приближает вступление Украины в НАТО. Это означало бы, что все члены Альянса автоматически оказываются втянуты в войну с Россией. И большинство стран-участниц точно будут против такого шага. Тем не менее, визит Столтенберга еще раз подтверждает поддержку Украины со стороны Альянса. И, может быть, это станет аргументом при будущих поставках оружия в страну. США и ключевые союзники Украины в преддверии майского саммита G7 в Японии обсуждают возможность полного запрета на экспорт в Россию. Это может стать новым санкционным подходом к изоляции страны. В случае принятия таких санкций в Россию будет запрещен весь экспорт, если на него нет отдельного разрешения. Компания SpaceX Илона Маска запустила самую большую космическую ракету в истории человечества. За три минуты после старта сверхтяжелая ракета Starship пролетела 38 километров, но взорвалась во время отделения первой ступени. Тем не менее, в SpaceX назвали успехом сам факт старта такой ракеты. Айлен Маск сказал, что для удачного запуска может потребоваться несколько попыток. Вот и все новости к этому часу. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Чтобы его увидели как можно больше людей, поставьте лайк и напишите комментарий. А еще вы можете стать спонсором наших выпусков на Патреоне. Сейчас вы увидите список тех, кто уже стал нашим спонсором. Спасибо вам. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова